Дорогие друзья, я всех приветствую в магазине КОЗ. Снова я в КОЗ, потому что в прошлый раз, когда я здесь была, мне сказали, что через неделю, а прошла ровно неделя, добавятся вещи на распродажу, добавятся размеры и в общем я решила сходить посмотреть, что нового добавилось. Добавилось много чего нового интересного, но очень много вещей, которые на совсем маленькой скидке, где-то 30 процентов, и поскольку в КОЗ довольно дорого все, то 30 процентная скидка, это просто вообще практически ничего, я очень лохмато, прошу меня простить, я с работы. Вот это платье, помните, в таких, если я на обратном пути его сфотаю, помните, я его примеряла с горлом, с рисунком гобелена, синяя с белым, она тоже вышла на распродажу, но она была довольно дорогой и она сейчас только 30 процентов скидка, а я вот принесла всякое разное, вот это тоже мне очень нравится, это платье, оно довольно дорогое еще, я примеряла такой же черный, мне оно очень понравилось, а это такого зеленого, нет, не травяниста, а смесь такой, зеленка с морской волной, с 85 долларов 30 процентов, немножко еще дороговато, ну давайте начнем примерки, а я себе покажу, я в платье в бежевых босоножках, ремень у меня под зверей, под зверя, под леопарда, бусы деревянные, серьги под ремень и вот такой вот коротенький у меня одной жакетик, сумка моя, вы уже все ее знаете, и вот так вот я выгляжу сегодня, и давайте начнем примерки. Так, я прям сразу начала с этого платья, уж очень оно мне нравится, мне черное тогда очень понравилось, мне очень нравится это, можно было бы размер побольше, это medium, ларч не было, я бы наверное взяла ларч, но видите, чуть-чуть оно мне здесь как-то очень облегает живот, немножко, хотя здесь такие складки, что в принципе это не очень появильно, да. Короче, платье красивое, платье мне очень нравится, мне очень нравится его вырез, мне очень нравится его бретельки, потому что они не очень узкие, в принципе можно носить бюстгальтер спокойно под него, ничего не будет торчать и мне очень нравится его широкая юбка, единственное, что мне не нравится, это то, что в нем нет карманов, вообще платье в косе почти все имеют карманы, в швах вот это вот не имеет, вот здесь вот эта штука прилеплена, поэтому это как-то торчит, а вообще вот так вот, в общем красивая такая юбка, фалдами не спадает, на мой взгляд длинновато немножко, это я на каблуках, а если я буду без каблуков, она у меня будет вот так на полу, понимаете. Ну, такое платье принцесски, такой, знаете, золушка, принцесса, вот что-то такое. Я очень люблю такие фасоны, мне кажется, они мне идут, мне кажется, любой девочке с попой пойдет такой фасон, вот, и потому что здесь она такая широкая, все закрывает, а здесь так облегает, в общем получается, как будто бы, как будто бы есть фигура. Так, состав этого платья 60% хлопок, все остальное полиэстер и всякая синтетика, не помню, точно, эластан, что-то такое, ну, видите, оно сделано в такой трикотажной ткани, 175 долларов, размер медиум, 30% скидка, это получается 100 с чем-то, 130-120 долларов, я считаю, что торговато для него, оно, конечно, симпатичное, но если бы оно было 70% скидка, я бы его взяла, а вот за такие деньги нет, нет, как-то не тянет, там, на такую сумму, на мой взгляд, ех, маловато будет, давно хотела примерить это платье, оно мне очень нравится, оно простое, да не очень, у него такой вот красивый, темно-синий, вернее, даже черный цвет, видите, внизу вот такая вот полоса сделана из шифона, и сзади есть полоса сделана из шифона, вокруг молнии, ну, как бы это не видно практически, но есть в нем что-то в этом платье, какая-то такая элегантность и красота, хотя ничего нет, ну, я вообще в последнее время меня тянет на черный, поэтому не удивляйтесь, для черного платья оно очень хорошо сделано, но это размер 6, оно мне маленькое, а был бы 8 или 10, я бы, наверное, подумала про него, карманы у него здесь, ну, в общем, видите, потому что оно черное, это так не видно, что оно не так мало, ну, то есть видно, конечно, он не так прям трещит, но видите, вот карманы оттопыриваются, все, жалко, был бы 8, хотя бы на размере больше, а лучше 10, потому что оно очень красивое, и, по-моему, оно из дорогих платьев, очень хорошо сделано, жалко, жалко. Действительно, очень жаль, что оно мне маленькое, потому что оно на хорошие скидки сейчас, и стоило оно 175 долларов, оно не из самых дорогих косовских платьев, видите, ой, это даже 8-й, значит, пардон, я почему-то задумала, что это 6-й, значит, мне нужен был 10-й, а то и 12-й, видите, у него было, по-моему, вот, видите, 50%, сейчас 70, по-моему, оно сделано из вискозы, я так поняла, из такой вот блестящей, и вот то, что я вам говорила, сзади у него, вот такая вот возле замка, вот такая же полоса, как и внизу, может быть, это не очень видно, потому что у меня всё равно волосы, но вот такая приятная деталь, а внизу есть полоса такая прозрачная, только спереди, сзади её нету. Красивое платье, оно получается сейчас где-то 53 доллара, если бы был мой размер, я бы, наверное, его взяла, потому что оно очень элегантное, очень хорошо так сделано, вы видели на мне, даже маленький размер сидела довольно симпатично. Платье, которое мне прям нереально нравится, просто нереально нравится, потому что, во-первых, у него очень красивая расцветка, во-вторых, у него есть карманы, нет, карманы в-третьих, во-вторых, мне нравится его крой, оно вот такое вот тоже из широких, но оно не очень длинное, в отличие от других платьев кос, которые на мне все длинные, а это, поскольку оно не подразумевает быть длинным, оно не очень длинное. У него тоже такая немножко американская пройма, но здесь у него нет горла высокого, а вот так вот под горло, в общем, то, что надо. Посмотрю, сколько оно стоит, посмотрю, какая на него скидка, расцветка вообще великолепная, и мне так нравится. Ну и карманы, да, я уже сказала. Оно, по-моему, сзади немножко длиннее, сзади у него довольно широкое. Это, кстати, тоже четвертый размер, вот, как все косовские платья. Вот такая вот огромный расход ткани, но спереди как-то этого не видно, оно так облегает, а сзади вот прям такой большой-большой вот этот порошок. Давайте я себе сзади сниму, посмотрю, как это выглядит. Ну что вы скажете, девочки, это выглядит как мешок, слишком велико или нормально? По-моему, ничего, да. Короче, классное платье, мне оно нравится. Я сегодня, кстати, самозахватом захватила большую примерочную. Вы знаете, когда здесь, здесь я пришла, и здесь какие-то мальчишки работают, молодые ребята, им как бы. То есть я зашла и пошла, куда я хочу, в ту примерщину, которую я сама себе выбрала, когда девчонки, девчонки такие, такие цитры, они все делают, как положено. Если их просишь, можно ли мне в большом примере, что нет, 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 это для семьи, для инвалидов. А у этих линковиках вообще здесь нет, они там где-то стоят, трепутся, и я зашла и зашла сама, куда я хочу. И вот поэтому у нас сегодня будет видео хорошее, с большой примерочной. Мне удобно так снимать, очень нравится. Так, состав. 84 модал и 16 полиэстер. У него интересно сделано, у него, где здесь что-то, резинка-то скрутилась. В общем, короче, у него здесь нету молнии сзади, а есть резинка такая в горловине, то есть не надо морочиться с какими-то, с какими-то молниями здесь. Посмотрите, как оно интересно сделано. Вот тут вот отсюда идет складка, что ему придает вот этого вот сзади большого, большого объема. Так, что у нас по цене стоит, оно 150 долларов. Это из дешевых 40%, на него сейл, четвертый размер. Представляете, если бы это был мой десятый, я бы в нем вообще бы утонула. И из 40% оно получается 90 долларов. Как-то дороговато. Хорошенько платится, симпатично. Опять же, было бы 70% скидка, я бы его взяла. А за 90 баксов, как-то так, что-то не знаю. Сомневаюсь я, однако. Так, вы, наверное, не очень поняли и оценили этот комплект. Но дело в том, что размеров очень мало и вообще вещей не очень много, поэтому выбирать не приходится. Брюки шикарные, очень классные. Я вам сейчас их покажу. Просто с этой кофтой их не видно. Просто я не нашла ничего другого топа. У меня, вернее, есть вот такой вот свитер, который я тоже когда-то примеряла. И сейчас он тоже на селе. Я хочу его померить тоже с этими брюками. Потому что на него сейчас неплохая цена. А брюки прям реально хорошие. Ну, давайте я вам сначала покажу топ. Потом я его, наверное, подниму, чтобы вы поняли, что за брюки. Значит, симпатичный такой топ. Единственное, что мне не нравится, вот этот вот вырез. Он сползает кверху, вверх, и здесь стоит таким каким-то колом. Как вам показать? В общем, вот так, понимаете? А все время стоять и сдирать его с плечей, чтобы он был вот... Может, я что-то неправильно его надела. В общем, он должен быть как-то так. Десять и вот лямочки, которые вешалки будут сплететь. Но мне нравится вот такая вот идея. Вот такой широкий, знаете, такой топ. Просторненький, хороший. Но мне не нравятся вот эти плечи, потому что это геморг. Все время их надо поправлять. Они все время будут ползти вверх. Не знаю, что мне это не нравится. Идея, давайте сейчас я его приподниму и покажу вам брюки. Так, брюки прям неожиданно классные. Вот такие бежевые, базовые, широкие внизу брюки палатца. Чуть-чуть не длинноватые, хотя, в принципе, нет. Вот на каблук вот такие широкие брюки должны быть вот такой вот длины. Единственное, что если я их без каблука буду носить, то они будут у меня пополу волочиться. Посмотрите, какие классные эти брюки. Мне они очень нравятся. Просто очень нравятся. Сочный такой, сочный цвет. Классные брюки. Очень симпатичные. На них большая скидка сейчас, хорошая цена, кстати. Ну, ну, что тогда? Даже чуть-чуть они как бы великоваты, что ли? Или в самый раз? Или то, что надо? Не пойму. Не пойму. Он, в общем-то, 100% хлопок. И это был размер large. Ну, вот здесь вот, вот это вот дело, мне как-то кажется, что это так неудобно. Хотя сделано аккуратненько, хорошо. 135 долларов и 40% скидка, значит, он будет 80 чем-то. 80 долларов примерно. Это тоже дорого для топа, который совершенно непонятно, как его носить. Хотя он, конечно, так, идея симпатичная. Как-то они так его сделали. Очень тугая эта резинка. Она прям, весь, все время так ползет наверх. Прям совсем не держится на плечах. Неудобно. Тов-полосочку нравится мне, в принципе. Единственное, что, мне кажется, он мне как-то немножко великоват. Потому что я примеряла его. Мне кажется, меньше размера. Это, по-моему, медиум. Я примеряла его с молоком. Потому что они довольно-таки большие. Ну, то есть, он должен быть такой. Но, мне кажется, как-то он меня съедает. Нет, такой большой размер. А может, это то, что мне надо? Я тогда в нем выгляжу худее. Мне не очень нравится. Вот это горло большое. Прямо подпирает меня. Он, наверное, хлопок с чем-то. Насколько он большой. Мне муж все время говорит, почему ты носишь такие огромные вещи? Я люблю такие. Я сейчас поправилась. И после этого стала носить вот такие вот большие, широкие вещи. Я в них себя чувствую комфортно, понимаете? Я знаю, что у меня не торчит ни попа, ни живот, ничего. Вот так вот оденешь такой мешок и входишь. Ну, и плюс это модно. Вот этот Versailles, который, кстати, уже, наверное, выходит из моды немножко. Но, в принципе, он не то, что он выходит из трендов. Но Versailles, наверное, с нами навсегда. И, честно говоря, вместе с этими брюками вот такой вот расслабленный стиль. Видите, вместе. Прикольно. Мне даже как-то нравится, в принципе. Такое, знаете, прямо такой расслабленный шик. Короче, так вот мне муж все время говорит, почему ты все время носишь такие широкие вещи? Я ему говорю, потому что я толстая. Он говорит, ты не выглядишь еще толще. Я говорю, нет, это тебе кажется. Просто если я одену что-то в обтяжку, вот тогда это будет ужасно. Все мои будут жиры торчать, выпирать. А в таких вот широких, просторных вещах у меня как бы я действительно... Ну, мне кажется, что я выгляжу намного менее... Ну, как будто бы вот худенькая девочка влезла в широкую одежду. А не толстенькая девочка влезла в широкую одежду, чтобы не выглядеть толстой. Такая у меня теория. Ну, правда, мне нравится. Я не знаю. Прикольно. Так, вы знаете, что он сделан из хлопка, стопроцентного хлопка. Это размер медиум. И он стоит 135 долларов. Если на него 50%, значит он будет стоить 67-68 долларов. 67-50, если бы это точнее. Не знаю. Мне кажется, он неплохой. Такой, ну, прикольный такой, знаете. Модный свитер. Очень трендовый. Брилки имеют состав... Брилки с 97% хлопок и 3% эластан, по-моему. Ну, это вот 10 размер американский. И 135 долларов. И на них аж 70% скидка, я так понимаю. Потому что здесь столько всего наклеено. Ну, и тогда они будут стоить там 40 с чем-то долларов. Это хорошая цена. И вообще брюки очень удобные. Ну, вот, знаете, такие брюки на все случаи жизни. На все случаи жизни. Единственное, что мне их надо носить с каблуком, потому что они длинные и не подкорачиваются. Ну, такие брюки должны носиться с танкеткой какой-то. Они должны быть длинные. Проблема у нас в курсе, что вещи на распродаже нельзя сдать. То есть, вот я приду домой, померяю, подумаю, потом передумаю, а сдать уже не смогу. Вот в чем вопрос. Ну, и гвоздь программы, девочки. Вы помните белое платье с прошлой примерки? Я тогда сказала, как оно мне нравится, как оно мне нравится. Было бы оно синее, вот синее совсем другое, а белое я не хочу, потому что белое свадебное платье невесты, а синее вот в самый мне бы раз оно было бы. И вот они появились, синее платье. Единственное, что на них совсем маленький сейл, только 30%. Стоит оно, в общем, долларов 180-185. И получается, что оно довольно не дешевое. Хотя, ох, как оно мне нравится невозможно. Еще раз больше, чем белое, потому что белое было, ну, белое. А это синенькое, самый расцвет. И оно, конечно, очень красиво сидит. Это 10-й тоже размер. Они только появились, и у них скидка совсем маленькая, но... Ой, девочки, красота страшная сила. Сейчас будем думать. Сейчас будем думать. Оно получается 123 доллара, потому что оно стоит 175, и на него 30% скидка. Это был размер 10-й. Оно сделано из 100% хлопок. Не знаю, не знаю. Знаете, причем еще проблема? Что вот, еще раз повторюсь, здесь нельзя сдавать купленное на распродаже. Потому что, например, в Заре, например, как я дену. Я, например, куплю там платье за 50 долларов. Мне понравилось. А потом смотрю на веб-сайте, оно... Пошла оценка, они каждые две недели делают оценку. Я смотрю, оно стоит там 40, или 20, или 30, или вообще вдруг. Я, значит, его снова заказываю. А то, что я купила за 50, дорогое, я несу его и сдаю. Потому что у них можно сдавать то, что на распродаже. И я его как бы не носила. Вот у меня я все, что на распродаже покупаю в Заре. Пока распродажа не кончится, у меня все лежит. Я не надеваюсь. Этикеточкой ровненько все лежит. И потом, если я вижу, что оно стало дешевле, то я дорогое сдаю, а более дешево покупаю на онлайн. Или в магазине, если не уйду. А здесь так нельзя. Поэтому, если оно еще, допустим, подешевеет в какой-то момент, то я уже буду сидеть с этим, уже никуда не денусь. Вот так. Ну что, пошла я на выход. Не знаю, надо подумать. Не знаю. Сейчас выйду. У меня уже продавцы, наверное, знают. Тетенька, которая разговаривает, сама собой примерочной. Сначала меня, знаете, прям реально это вот смущало, что сейчас я выйду, они будут на меня смотреть, как на кого-то чокнут, а сейчас мне попик. Я дошла уже где-то год назад или больше, наверное, даже два, до состояния того, что я выхожу из примерочной. Мало ли сумасшедших? Ну вот я такая. Сумасшедшая тетенька, которая разговаривает, сама собой примерочная. Все, девочки, вот такие сегодня были примерки. Опять косо, опять сел. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. С вами была Дита из Канады. Всех любит. Целую. Пока-пока-бай.